Во вторник, 15 января, на сцене Ладейнопольского дома Театра и Кино Мирный, Московский независимый театр представил спектакль «Собачье сердце». Зрителей, как и ожидалось, было много, но все же в зале были и пустые места. По словам самих ладейнопольцев, которые пришли на спектакль, их привлекли красочные афиши, где говорилось, что эта постановка – единственная на сегодняшний день сценическая версия легендарного произведения Михаила Булгакова. И, конечно же, то, что роль профессора Преображенского исполняет народный артист России Владимир Стеклов. Пожалуйста, господин Шарик. Пожалуйста. Вот он, а, ну, в любую степу. Эй, земля, а? Ну что, да я тут, да, заправлю. Да, Петровна, будьте грязны. Что ж это за личность такая, а? Что ж это за личность, которая особо мимо Швейцарова может водить? Что, тронул? Да, проник. Профессор Преображенский в исполнении Стеклова имел пылкий темперамент. Он был легко раздражителен и возбудим, нервозен и динамичен в своих движениях. Там приемная киснишка, зеленая называется Пилиппи и Скотух. Энгер, застал. Печку, я жди, но в печь тут я ее не видел. Хорошо. Слушай, мне пальцами ловить блок. Пальцами надо ловить блок. Вот куда они вас там берутся? Что ж вас возьми? Что, я их разложу, что ли? Видно, блоки. Или ловят меня. Пальцами, пальцами лови. Роль Шарикова сыграл Микаэль Молчанус. Ему пришлось ходить на четырех конечностях, изображая пса. И если до спектакля представлялось, что этот момент режиссер трансформирует в идею, не требующую копирования повадок четвероногих, то на постановке стало ясно, что все будет сыграно по тексту. Став полиграфом-полиграфичем, Микаэль хорошо показал необходимую дерзость, хамство и убогость мышления своего персонажа. Говорящая собака, до и после перевоплощения, не раз вызывала смех у публики. Вчера вечером котов. Душили, душили. Душили? А что же вы с ними делаете, с котами? На поле-то пойдут. Из них девочек, зайчиков, выучительный рабочий кредит. Человек, полученный путем операции на головной мозге. Господа, позвольте, займите, что нужно, скорее, мозги. Мозга, их два. Гражданин Шариков, мозга, она одна. Женский род, единственное число. Понял? Нужная, нуждается в документах. Словом, булгаковское произведение на сцене шло вслед за своим литературным источником. Жанр постановки был определен как мистическая фантасмагория. Однако он помог раскрыть грубо реалистические нюансы жизни того периода времени, о котором рассказывал писатель. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»